Политика, безопасность, повышение заработных плат, строительство инфраструктуры, пенсионное обеспечение – вопросы, которые беспокоят общество. Президент республики подвёл итоги года. Руководство республики делает всё возможное, чтобы обезопасить своих граждан, заверил глава государства, касаясь проблемы, выставленного грузинской полицией и блокпоста в районе села Цнелис. Республика Южная Осетия оставляет за собой право любых действий, которые будут направлены на обеспечение безопасности граждан Республики Южная Осетия. На сегодняшний день, что касается ВИСТа, населённый пункт и население полностью в безопасности. Полностью в безопасности. И решение самой проблемы вот этого поста грузинского мы намерены решать всё-таки политическим путём. Политическим путём. Во время наших встреч с сопредседателем еженевских дискуссий этот вопрос стоял, стоит. И я думаю, что мы всё-таки добьёмся именно политического решения этой проблемы. Ещё раз могу подчеркнуть, никакой на сегодняшней опасности для жителей ВИСТа, Знаурского района или в целом Республики Южная Осетия они не представляют. Факт нахождения на территории Южной Осетии, ещё раз подчёркиваю, на территории Южной Осетии, он есть, об этом знают все, и европейские коллеги, и российские коллеги, и мы все это знаем, и мы все плотно работаем для того, чтобы этот вопрос исчерпать, и чтобы провокационную выходку со стороны Грузии как-то локализовать и решить. В 2020 году работникам бюджетной сферы будет повышена заработная плата. Размер увеличения пока обсуждается. Кроме того, готовится вся необходимая документация для повышения зарплат госслужащим. Особое место в развитии Республики отводится реализации инвестиционной программы. В целом, выполнение работ по пунктам программы на хорошем уровне, но есть некоторые замечания к срокам выполнения работ, а также подготовки необходимой документации для передачи объектов эксплуатирующим организациям. Уже известно, что в рамках новой инвестиционной программы продолжится строительство жиля. Однако, это не решит жилищную проблему. Актуальным остаётся вопрос ипотечного кредитования. Президент отметил, что этот вопрос прорабатывается. Уже в следующем году в рамках инвестиционной программы начнётся строительство резервной линии электроснабжения. Она будет проведена через Рукский тоннель. Хочу сказать, что все проекты, они уже сделаны, все технические задания, посчитаны финансовые средства, которые необходимы, чтобы эти работы проведены. Значит, техзадания на прохождение через тоннель, которого добивались очень долго, фактически, последние 6-7 лет точно добивались, чтобы дали техническое задание по прокладке вот этого силового кабеля, как её называют, через тоннель. Всё это уже сделано. И мы как раз сейчас рассматриваем вопрос о выделении не менее 100 миллионов рублей на то, чтобы этот проект уже начал функционировать. Причём эти 100 миллионов мы планируем как раз выделить через инвестиционную программу, через деньги и весь программу. Остальные финансовые средства, я думаю, что будут изысканы и в Российской Федерации, если у нас какие-то финансовые возможности будут, конечно, мы тоже будем включаться. Но работы, они должны начаться уже в следующем году. Вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих Министерства обороны, уволенных со службы по достижению пенсионного возраста, до сих пор не решён. Ранее президент поручил в кратчайшие сроки решить проблему. После моего распоряжения, значит, на сегодняшний день документы, которые необходимо было собрать и подать в Министерство обороны, вот эти документы собрали и подали около 37 человек. Из 100 с лишним человек. Более того, есть возможность, значит, обеспечить пенсиями военнослужащих именно в Российской Федерации. Тут в большей степени мы опять сталкиваемся с, может быть, определённой ленью, что ли, заниматься этими документами. Финансовые средства, которые необходимы были для того, чтобы обеспечить этих 100 с лишним человек, они есть, они выделены. Что касается вот этих 37 человек, которые уже подготовили свои документы и как бы уже начали получать пенсию, для этих 37 человек уже с нового года выплатят пенсионное обеспечение за год, за год предыдущий. То есть каждый из них получит к пенсии именно ту сумму, которую они должны были получить в течение этого года. Что касается других, которые ещё не оформили, но моё поручение было не только выдать пенсии, но и помочь с организацией, с подготовкой документов. Значит, Министерство обороны готово помочь и помогает и тем, которые собираются пенсию получать в Российской Федерации, и тем, которые собираются пенсию получить здесь, в Республике Южной Осетии. Южная Осетия будет добиваться возмещения украденных средств, выделенных Россией на восстановление республики после войны 2008 года. Возбуждены уголовные дела, осуждено ряд лиц. Работа будет продолжена. Президент коснулся и вопроса возмещения беспроцентных кредитов, выданных Наблюдательным советом после войны 2008 года. Порядка 10 миллионов рублей уже возвращено в бюджет республики. Особое внимание президент уделил внешней политике. По словам главы государства, главное – добиться признания независимости Республики Южная Осетия большим количеством государств.